В здании Гелиуса оборудовано 4 лаборатории, 2 естественно-научного цикла, 2 физико-математического и технологического. Среди 17 учебных программ промышленный дизайн, альтернативная энергетика, эко-инжиниринг, аэро-геотехнологии. Также дети будут заниматься в Большом саду юнатов по соседству. Там монтируют умную теплицу. Предусмотрены и дистанционные занятия. Мы говорим сейчас о нашем будущем, о нашем ближайшем и отдаленном будущем, о наших детях, которые потом будут управлять нашим регионом, нашей страной. И, конечно, те дети, которые демонстрируют те или иные таланты, а на самом деле я считаю, что каждый ребенок является одаренным, просто эти таланты надо раскрыть, должен иметь возможность для этого. Губернатор Рязанской области осмотрел лаборатории, пообщался с учениками и педагогами и по их предложению сам изготовил дезодорант из нескольких компонентов. То, что получилось, забрал с собой. Он такой, да, лимонно-свежий запах, хороший. Спасибо большое. Официально занятия в Гелиусе начнутся 15 сентября. В данный момент продолжается запись через навигатор дополнительного образования. За весь учебный год здесь ждут 6 тысяч детей. В таком центре, в лагере Гелиусе, я уверен, что мы будем это направление развивать. Их в этих центрах будет появляться больше и больше. Есть кванториумы уже сегодня, мы еще один открываем. Там детям просто дадут возможность, педагоги, самое главное, получать те знания, начиная с начального уровня и заканчивая уже продвинутым, которые позволят себя найти в жизни и стать не только профессионалами своего дела, но и на самом деле людьми, которые творческий мир меняют, развивают его. Создание центра стоило более 200 миллионов рублей. Регион взял на себя подготовку помещений. Государство по нацпроекту образования оплатило современное оборудование, включая 3D-принтеры и станки лазерной резки. Федеральные средства будут в дальнейшем выделяться на приобретение этого оборудования. Мы вкладываемся в стены, вкладываемся в кабинеты, но на самом деле больше всего вкладываемся в людей. Мы видели молодые педагоги, от них зависит то, будет ли здесь интересно детям, насколько они реализуют свои таланты. Мы во все это обязаны просто вкладываться, чтобы нашей страны было будущее, причем светлое достаточно будущее и уверенное. Наш президент поставил задачу создать подобные центры по образцу сочинского Сириуса во всех регионах до конца 2022 года, так что Рязанская область заметно опередила план.